На самом деле, главный двигатель прогресса — это все-таки отношения между полами. Они тоже не могут быть виртуализированы полностью. Я не верю. Это все действительно какая-то антиутопия. Если что-то похожее будет происходить, то только через очень большой промежуток времени, когда технологический прогресс сделает, не знаю, например, физические тела наши в силу их слабости и совершенства ненужными просто, и удастся вычленить из этой оболочки чистое сознание, поселить его в какой-то достаточно абстрактный виртуальный мир. Может быть, но через сколько тысяч лет это случится? Сотен, не знаю. Если когда-то до таких высот дойдет наука, то, наверное, вероятность того, что вся жизнь будет в большей степени в виртуальной плоскости происходить. Сейчас, мне кажется, это просто такой качок человечества в сторону цифровых технологий, в сторону нереального, так сказать, вот этого общения, виртуального, бесконечно наевшись и понимая, поняв, осознав реальную ценность виртуального общения, неизбежно, мне кажется, произойдет откат к общению настоящему, реальному. Притом у большой прослойки населения этот возврат уже случился, и люди, так сказать, знают, в какой момент надо просто выключить и убрать телефон, и начать просто говорить, смотреть в глаза, общаться, получать от этого удовольствие, они перелистывая, судорожные, еще 10 новостей в ленте, еще 10, еще ткну на этот ролик, ладно, посмотрю, не могу больше досмотреть, еще прочитаю следующие три строчки, но этими обрывками получать информацию, не видя за ней ни людей, не улавливая даже смысла, ну, это же правда тупая трата времени, ну, просто на осознание этого требуется какое-то количество времени, а потом еще какое-то количество времени на то, чтобы избавиться от этой зависимости. Ну, я вот, например, не в полной мере, так сказать, избавился, при том, что осознаю эту зависимость свою, очень хорошо, так сказать, она действительно существует, соцсети, так сказать, общение, даже не столько общение, сколько вот соцсети как источник информации, опасная штука, просто засасывающая. А если про детей говорить, они же сейчас с измостат, так сказать, в гаджетах? Ну, у них при этом присутствует вся физиология, которая была у первобытных людей миллионы лет назад, они также должны двигаться, кушать, делать все остальное, любить друг друга, просто реальный мир, так сказать, к себе заберет обратно, вопрос только, как, в какой форме, и главное все-таки, чтобы встреча с ним не превращалась в столкновение и была достаточно комфортной и подготовленной.